Добрый вечер дорогие друзья! 28 ноября, понедельник, в Якутске 19.15 в прямом эфире информационно-аналитическая авторская программа «Арена событий». И сегодня в гостях у «Арены событий» государственный советник Республики Саха-Якутия Андрей Борисов Андрей Александрович. Добрый вечер! С днем рождения! 65! Два месяца не виделись с вами? И вдруг бац! И 65! Эти 65 как два месяца. Да, я понял. Давайте я сейчас сделаю одно важное объявление, что мы можем принимать звонки в прямом эфире. И наш телефон 42-14-39. Вы его можете видеть на своих экранах. 42-14-39. Мы будем рады принять ваши звонки. А уж гостю, наверное, нашему будет и тем паче приятнее. Андрей Александрович, жизнь на колесах, жизнь на гастролях. Откуда вернулись, может быть, совсем недавно? Ну, я хочу сказать, что «Арены событий», особенно театральные события, вот этой осенью, или этой зимней осенью, они перенеслись в Евразию, назовем так. Евразийские гастроли Саха-театра, это Киргизия, Казахстан, Башкирия, Татарстан, Москва, Санкт-Петербург и европейские гастроли оперного театра. И плюс еще к тому же, буквально вот поздней осенью русский театр был в Сочи. То есть, получилось так, что как бы завершение этого года, своеобразный такой театральный бум за пределы нашей республики. Театральный бум республики Саха-Якутия. А русский театр был на фестивале? Да, участвовал на фестивале в Сочи со спектаклем «Два берега одной победы». Все это было успешно? Ну, в принципе, вот я, по тому, как приходят сообщения из разных точек, вот сегодня буквально из Кенигсберга, то есть не Кенигсберга, а из Калининграда. Калининград, да, да. Почему я называю Кенигсберг? Потому что Кенигсберг – это город великой музыкальной культуры. Там такие орган, там собор этот удивительный. И там, значит, выступал наш театр оперы и балеты со спектаклем «Князь Игорь». То есть музыкальная культура там 300-400 лет, а наш театр оперы и балеты 25 лет. Вот, и спектакль, говорят, прошел с огромным успехом. И в Москве, и в Санкт-Петербурге, Большой театр, Мариинский театр. В этом плане, ну, я сам присутствовал в Москве и в Санкт-Петербурге, не говоря уже о том, что русский театр со своим спектаклем. Вот как они мне рассказывают, что говорят, когда зритель выходит, там две как бы урны, куда бросает, с одной стороны бросает понравилось, с другой стороны там жетон не понравился. Говорят, не понравилось, ни одного жетона не было. Вот это говорит о многом. Да, да. А можно вообще считать, что вы избалованы успехом? Так, вот тут я полушутку, да. А я тоже, кстати говоря, не всерьез. Хотя тоже иногда, шутка есть серьезность, я всегда говорю, где я, там успех. Почему? Потому что человек всегда себя должен ставить в такие, как бы, условия на преодоление больших задач. Тогда в результате этого, даже тот успех, который наполовину только ты достиг, достиг этого, то ты уже, это успех. Успех, да. Хочешь долететь до Луны, а долетел только до, значит, края Земли. Но уже успех, долетел же до края Луны. Ну, лучше до около лунной орбиты тогда хотя бы. Поэтому вот... Андрей Савич, у нас есть звонок, и будьте добры, представьтесь, пожалуйста. И не говорю, задавайте ваш вопрос гостю. Поздравляйте гостя. Вы бы фигурт. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер, горожане Якутска. Добрый вечер, люди Саха-Якутии. Добрый вечер всем. Мне бы очень хотелось, чтобы на наших программах, на наших эфирах не просто звучали слова политиков, не просто звучали слова зарисленные, зарифмованные. Мне бы очень хотелось, чтобы просто люди понимали друг друга, жили, жили какой-то правдой, сердцем, жили душой. Я все понимаю, что сегодня идет эфир. Я все понимаю, что люди подготовленные. Но мне бы еще раз хотелось, чтобы люди жили просто сердцем и просто душой. Я всех хочу поздравить с наступающим Новым годом. Я всех хочу поздравить с сегодняшним днем. Я всем хочу пожелать здоровья. Всем, кому трудно, кому плохо. Как бы мы сегодня не переживали наши позиции жизненные. Все бы наши неприязненные какие-то ситуации за рубежом. Не важно как. Я хочу, чтобы мы на этой планете, на нашей земле якутской, могли жить дружно, радостно, весело, поддерживая друг друга. Не важно, какой мы тут нации живем. Спасибо вам. Большое спасибо вам за звонок. Кстати, будем считать это поздравлением, адресованным лично вам. Да, это положительно. Думай положительно. Это вот я согласен. Это я прослушал, кто это говорит. Думай положительно. Это один из лозунгов, когда я в Канаде в 87-м году еще молодым с какой-то группой ездил. И там везде было написано. Думай положительно. Девиз. Думай положительно. А мы часто слишком много думаем отрицательно. А думай положительно. Это и есть заряд, это энергия, это опора. Особенно в прошлое трудное время. Направление, кстати говоря, тоже. Мысль материальна. Да. Точно. Компания, в которой вы сегодня родились, потрясающая совершенно. Константин Симонов, Дмитрий Сергеевич Лихачев, Стефан Цвейк, Александр Блок, Александр Опекушин, автор памятника Пушкину в Москве. Фридрих Энгельс. На последнем хочу остановиться немножечко более подробно. Был такой спектакль в Ленкоме по пьесе Михаила Шатрова «Диктатура совести». Да. И там Энгельса играл Олег Янковский. И в середине действия Энгельс на авансцене отвечал на анкету, на которую ему приходилось действительно отвечать в жизни какого-то лондонского издания. На вопрос «Назовите ваше отличительное качество». Энгельс ответил «Веселость, сэр». А ваше какое отличительное качество? Ну, я не Энгельс, чтобы ответить «Веселость». Но, с другой стороны, может быть, все-таки более серьезное, наверное, вот «Я пытаюсь быть ответственным». Хотя это пафосно звучит, но ответственным. Отвечать за свои слова, за свои поступки. А тем более перед людьми ответственным. Это очень… Я думаю, что это не чисто качество мое, к которому я стремлюсь. Это востребовано, особенно нашим временем, быть ответственным. Без ответственности все может рухнуть. Андрей Александрович, ну вот у художника, у творца, у человека искусства, когда он делает произведение то или иное, выпускает спектакль, снимает фильм, пишет книгу, ответственность перед самим собой важна, в первую очередь? Главное… Вы сказали это слово. Да, да, ответственность перед, прежде всего, перед своей профессией. Перед, пока я же профессионал, считаю себя, я всех своих учеников, и тем более тех людей, которые занимаются в культуре, в искусстве, да и в политике, да и в, значит, государственной деятельности, одно из самых главных качеств – это должна быть ответственность. Вот ответственность перед профессией. Ты профессионал, сделай профессионально это. Сделай профессионально, прежде всего. Ответственность перед искусством. Ну и потом дальше начинает ответственность перед зрителем, тем более перед молодым поколением. Особенно сегодня, когда, значит, в театральном искусстве очень много-много входит такого, вот, как бы сказать, попытка расчленить, попытка расстроить сознание, душу, расчленить душу. Я называю трепанацией души, так происходит. В это время попытаться, чтобы цельность сознания, цельность души была, цельность нравственности была, это ответственность перед искусством стоит огромное. И Бахтин говорил о том, что искусство должно быть сплошь ответственно перед жизнью. А еще и наоборот говорит, но и жизнь должна быть ответственна перед искусством. Давайте тоже будем ответственны и правдивы, и перед нашими зрителями, и друг перед другом. Я думаю, что те люди, которые писали стратегию 2030, они тоже ответственны, безусловно. Цитата из этого документа. Вы государственный человек, это наш с вами документ, безусловно. Цитата. Сохранение национальной самобытности, национальных культур народов Севера является стратегически важной задачей. Быть глобально конкурентоспособным, возможно, развивая экономику на основе своей уникальной культурной специфики собственного культурного кода. Примеры Японии, Южной Кореи, Исландии, Норвегии, там, где наверняка и гастролировали Саха-театры, и другие театры. Так вот, первичность культуры. Вы бы согласились с этим, что только на культуре культурном базисе может взраститься сильная экономика? Ну, когда человек культуры, то есть человек, профессия моя, театральный, режиссер, когда говорит, что привычная культура, все экономисты, политики и так далее, думают, ну, о чем ему говорить-то, как мне о культуре? Улыбаются. Но я же прошел через и политику, и через государственную деятельность, через общественную деятельность. И для меня еще более стало ясно, осознанно, а может, где-то там пронзительно понятно, о том, что без культуры, без развития культуры, без искусства, любое общество начинает терять самое главное, ради чего это общество есть. Ради того, чтобы был человек человеком. Ради того, чтобы у человека было воображение, развивалось устремленность, креативное мышление. То, что ставится в угловую угла человека. Кстати говоря, маленькое подтверждение, Андрей Александрович. Давно замечено, что вообще востребованность, ну, скажем, востребованность, хорошо, современного искусства, прежде всего изобразительного искусства, участие тех или иных картин в различных аукционных домах – это индикатор инвестиционной привлекательности региона. Не более, не менее, хотим мы того и не хотим. По данным влиятельного издания Artnet, топ-100 самых востребованных художников мира, наполовину состоит из китайцев. Американцев 19, русских 1 или 2. Россиян, я вообще имею в виду. Развивать, вот, кстати говоря, маленькое подтверждение того, что вот там, где знают произведение искусства, там, собственно говоря, и есть экономика страны. Развивать изобразительное искусство в республике Саха-Якутия не пришел ли час? Я думаю, что этап развития изобразительного искусства был у Якутии. Такие выдающиеся художники, ну, не говоря об Осипове, значит, Эдуард Васильев тогда, значит, графики, Мунхалов и так далее. То есть это уникальнейшее явление было. Этот этап сейчас как бы прошел такой, да? Но на новом витке, мне думают, что возникнет художественное, я называю это не обязательно изобразительное искусство, а художественное искусство, художественность возникнет, наверное, на стыке новых технологий и той, того вот, даже назовем так, архаичного, древнего, культурного пласта, который несет себе культуры Республик Саха-Якутия. Вот на этом стыке, на новых технологиях и архаичного, древнего, такого культурного пласта произойдут события. Андрей Савич, полминуты остается, год кино. Мы можем гордиться прошедшим годом кино в Республике Саха-Якутия? Конечно. У нас фестиваль прошел большой такой. Сейчас я буквально недавно был в Москве, там продолжаются съемки фильма «Созвездие Марии», который совместный фильм, Ленфильм, Москва и Саха-фильм снимает там. Потом сейчас заканчивается подготовительный этап фильма по Дагандархану. Да, Дагандархан. А сейчас, скажите, в каких регионах сейчас идет такая работа? Андрей Савич, вынуждены завершать нашу программу. В гостях в арене событий был Государственный Советик Республики Саха-Якутия Андрей Савич Борисов, 65 лет маэстро. Спасибо.